МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Первом Карагандинском, в студии работы Исайя Балумакаев. Здравствуйте. В начале о главном. Аким Карагандинской области Женос Хасымбек призвал жестко реагировать на некачественное питание школьников. 15 ноября в средней школе номер 4 города Тимиртау произошло массовое отравление. В ближайшие два года в Карагандинской области будут отремонтированы или заменены все неработающие и аварийные лифты. Соответствующий меморандум был подписан с Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ. В Карагандинской области чествовали лучших аграриев. На торжестве, посвященном профессиональному празднику, наградили лучших работников сельского хозяйства. Аким Карагандинской области Женос Хасымбек призвал жестко реагировать на некачественное питание школьников. 15 ноября в средней школе номер 4 города Тимиртау произошло массовое отравление. Десять учеников пожаловались на недомогание после того, как победили в столовой. Трое были госпитализированы. Куриные окорочка американского производства без сопроводительных документов заплесневелая свекла. Эти и многие другие нарушения выявила экстренная проверка в столовой Тимиртауской средней школы номер 4. Поводом к проверке послужило массовое отравление учеников второй смены. Руководитель школы отмечает, что индивидуальный предприниматель работает в этой столовой уже 7 лет. В тот день по этому меню у нас кушало 182 ребенка, во второй смене 87 бесплатников, которые у нас питаются из фонда всеобучия. Все 87 детей покушали, но вот такой вот случай среди вторых-третьих классов у нас произошел. Мы не знаем сейчас причину, по какой причине. То ли это было отравление в школе, то ли это где. По результатам анализов это будет все известно. Этот случай массового отравления стал поводом для обсуждения в областном Акимате. Как сообщил руководитель областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Каната Скаров, госпитализированы были три школьника. В настоящее время все они выписаны. По факту рассмотрения в общепитии выявлены ряд нарушений, которые имеют такой характер, как продукты, которые без сопроводительных документов завозились. Это американская окорочка, свекла. Причем при этом свекла имеет испорченный вид, то есть песневидный. И допускается для приготовления. Состояние детей, значит, семь детей было обследовано фельдшерами Гиппократ поликлиника. Алиментарный гастрит был выставлен, оставлен на дому. Их состояние удовлетворительное. Дети, которые находились в инфекционной больнице, двое детей выписаны в связи с тем, что их состояние улучшилось. У них появился аппетит. А сегодня утром выписался и третий мальчик. Глава региона дополнительно поручил выяснить, кто, когда и откуда покупал для школы продукты. Я прошу очень в жаркие сроки очень жестко провести правительство. На бюджетные деньги предоставляются возможность детям бесплатно из обеспеченных семей, которые законно предусмотрены и предоставляют бесплатное питание. И эти люди еще умудряются некачественные продукты, даватели, некачественные сервисы, что приводит к таким последствиям. В ближайшее время также будут известны результаты бактериологического исследования школьной столовой. Тогда и будут озвучены точные причины массового отравления. Все материалы переданы в прокуратуру. Андрей Тензасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Города Тимиртау, Приозерск, а также районы Каркаролинский и Сокаровский не выполняют план по строительству жилья. О ходе реализации государственной программы жилищного строительства Нурлыжир шла речь на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. По итогам 10 месяцев за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 350 тысяч квадратных метров жилья. Это 3084 квартиры, что составляет 102,4% к плану. По программе Нурлыжир в 2019 году на строительство выкуп арендного кредитного жилья из республиканского и местного бюджетов выделено более 12 миллиардов тенге. Что касается арендного жилья, то в текущем году для обеспечения 1130 семей арендным жильем в арендном жилье выделено 8,4 миллиарда, в том числе 2,9 на строительство жилья, 1,6 миллиардов выкуп из республиканского бюджета на 2204 квартиры, дополнительно 1,2 миллиарда выделено из областного бюджета на выкуп 139 квартир, а также 2,7 миллиарда тенге по программе Бахто от Басу на кредитование 255 семей по льготной ипотеке. В целом государственная программа жилищного строительства Нур-Лежер выполняется успешно, но не во всех регионах области. В городах Тимиртау и Приозерск, а также в Каркаролинском и Осакаровском районах новое жилье строится плохо. К примеру, в Тимиртау из-за трещины пришлось прекратить строительство целого дома. Глава региона раскритиковал работу Тимиртауского городского акимата. Два месяца назад мы провели там встречу прямо на месте, дали поручение, ничего не сделали. Дом надо было уже разбирать. Люди должны были видеть, что дом разбирается, будет строиться новый. Судьба этого дома сейчас для общественности непонятна. И считаю, что акимат сам устранился от этой работы, поэтому привлечь мне всех ответственных людей за этот вопрос ответственности. В следующем году на строительство и выкуп арендного жилья планируется предусмотреть свыше 15 миллиардов тенге. Согласно плану, 1969 семей будут обеспечены арендным жильем без выкупа. Также в следующем году начнется строительство 29 объектов жилья в городах и районах. На эти цели будет предусмотрено почти 10 миллиардов тенге. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Ближайшие два года в Карагандинской области будут отремонтированы или заменены все неработающие и аварийные лифты. Соответствующий меморандум был подписан в областном акимате с казахстанским Центром модернизации и развития ЖКХ. Два миллиарда тенге льготного кредита сроком на 8 лет. И все эти деньги пойдут на восстановление лифтов в многоэтажных домах Карагандинской области. Всего в регионе порядка 360 лифтов в нерабочем состоянии. Основная доля их приходится на Караганду и Тимиртау. Первые новые подъемники появятся в домах уже в декабре. Вот эта программа нам позволяет условно в течение двух с половиной лет например по 360 лифтам проблему решить. Далее мы будем предусматривать в своих бюджетах плюс мы надеемся на дополнительную поддержку со стороны КАС-центра ЖКХ что мы в целом по 1300 лифтов отработаем в определенный период. Но первые два с половиной года это в первую очередь замена тех лифтов которые не работают. Глава региона также отметил что жители с радостью восприняли новость. Это показали сходы с населением которые уже были проведены. И все же выделенные деньги придется возвращать. Согласно расчетам с каждой квартиры будет взиматься по 4000 тенге в месяц в течение 8 лет. Потребность в лифтах устанавливают сами жильцы и качество. Соответственно какие лифты захочет установить житель этого дома захотят установить соответственно эти же лифты будут установлены на вопрос в цене. Соответственно если жильцы захотят установить более дорогие лифты за них надо будет и платить ежемесячно больше. В нашем же случае в стандартном же случае по нашим расчетам ежемесячная оплата за новые лифты будет составлять на более 4000 тенге. В областном Акимате отмечают что при установке новых лифтов будет заменено практически все. Двери само собой входные все будут заменены система электроснабжения будет автоматически полностью заменена электродвигатель и кабина будут полностью заменена эту работу мы будем детально после того как обследование проведем я хочу сказать на сегодня 21 лифт обследования имеется согласие жильцов имеется стоимость восстановительных работ и мы сейчас на данный момент проводим переговоры с заводами о поставке скорейшей поставки этого лифтового оборудования по этим двум двадцать и одному дому. Лифты не только будут установлены их будет обслуживать специальная организация. Данный проект является пилотным и пока внедряется лишь в Карагандинской области а всего в Казахстане свыше четырех тысяч лифтов опасны для использования еще тысяча шестьсот необходимо капитально отремонтировать Андрей Тена Аман Кужанов Андрей Тимофеев Первый Карагандинский 21 ноября состоится единый прием граждан как один из шагов продвижения концепции слышащего государства жители смогут лично задать свои вопросы Аким области и руководителям областных управлений заявки на прием граждан принимаются с 16 по 20 ноября включительно по номерам телефонов которые вы видите на экране единый прием граждан пройдет 21 ноября по адресу город Караганда улица Алиханова 4 В Карагандинской области чествовали лучших аграриев на торжестве посвященном профессиональному празднику наградили лучших работников сельского хозяйства глава региона Джинус Хасамбек вручил гранты сельским предпринимателям на развитие дела Мероприятие открывала выставка достижений тружеников полей и ферм здесь представили широкий спектр продукции фермеры привезли сортовой картофель и зерновые культуры перепелиное мясо сублимированное порошковое кобылье молоко и другие товары которыми кормят горожан Акимобласти поблагодарил аграриев за плодотворную работу глава региона заверил что улучшение жизни на селе продолжается продолжается реализация программы АУЛЬ Ельбис СГ со следующего года стартует пятилетняя программа ремонта сельских школ АУЛЬ это основа у нас подвеска 45% населения в сельской местности у нас область несколько специфическая у нас 80% городе но 20% населения это огромные большие районы такие как Ултавский Осокаровский Ултавров и много-много других а вторая и так далее я хотел бы сказать что все это благодаря вам АУЛЬ сегодня состоялся населения живут неплохо не ездить по регионам по районам и жилетели мы видим что уже людей другие запросы они просят не просто дорогу где подкрыть молотес в улице не нужно это очень хорошо потому что совсем неудачно в честь профессионального праздника лучшие сельскохозяйственные предприятия наградили по номинациям трое начинающих предпринимателей получили гранты на развитие дела по программе Дорожная карта бизнеса 2020 одна из них Гульмира Искакова она уже три года занимается пошивом одеял благодаря такой поддержке от государства сможет приобрести новое оборудование увеличить темпы работ и обеспечить новыми рабочими местами несколько человек ну оно для меня очень много значит да я у меня шестеро детей мне надо их поднимать и я благодарю государство в лице областного Акимата что они оказывают такую поддержку по крайней мере мне была оказана эта поддержка три миллиона я закуплю оборудование и буду работать отметили комбайнеров отличившихся в уборке урожая инвестиционным лидером признана ТОО Шахтерская лучшей птицефабрикой курма ежегодно она производит более 200 миллионов яиц аграриям вручили медали и нагрудные знаки почетные грамоты и благодарственные письма Полина Малюкова Сергей Высокосов Андрей Тимофеев Первый Карагандинский с 23 по 29 сентября работала научно-познавательная экспедиция Улутау Колыбель Золотой Орды участники исследовали памятники Золотородинского периода в Центральном Казахстане В Караганинском областном историко-краевическом музее рассказали об итогах поездки Научно-познавательная экспедиция стала стартом празднования 750-летия Золотой Орды в регионе Основную массу участников составили студенты вузов и колледжей Так, магистранты специальности туризм разработали целый маршрут для путешественников Он начинается с Караганды охватывает все самые значимые сакральные памятники Улутау и завершается в Жасказгане Одной из интереснейших остановок должна стать Джанарка Так как Джанаркидсон они в этом году вошли в книгу рекордов Кинеса по изготовлению кумыса и чтобы они показали весь этот процесс изготовления кумыса нашим туристам и во время демонстрации также туристы могут попробовать поучаствовать на мастер-классах и так далее То есть очень такая хорошая привлекательная программа Выставка представленная в музее подробно рассказывает о ходе экспедиции Кроме традиционных музейных экспонатов здесь представлены фотографии и картины созданные самими участниками Фильм Ернара Танабаевой и Вероники Бояровой Улытау Колыбель Золотой Орды повествует об исторических памятниках В их числе городи Шахан-Урдасе Жоши-Урдасе Мавзолей Жоши-Хана Аллаша-Хана Болган-Ана Белен-Ана и другие Из самого изначального момента создания экспедиции была задача того, чтобы экспедиция внесла в какой-то определенный вклад в развитие именно изучение историко-культурного наследия региона в целом и хотелось бы отметить, что в данной экспедиции тоже были и блогеры и журналисты и музейщики музейные сотрудники с других областей тоже с Акмолинской с Атараусской с Павлодарской области тоже были Научно-познавательная экспедиция Улытау Колыбель Золотой Орды была организована в рамках программы Рухани Женгру и приурочена Году молодежи Всего было задействовано 30 человек Полина Малюкова Сергей Высокосов Андрей Тимофеев Первый Карагандинский На этом все Если у вас есть интересная информация звоните на по телефону 420649 Телеканал Первый Карагандинский Будьте с нами и узнаете новости первыми До свидания Субтитры подогнал «Симон»